Многие пришли в этот день в управление ЗАГС вместе с детьми и внуками, ведь для каждого из них семья – это главное в жизни. Прожить вот так, как вы вместе, при этом воспитав детей, воспитав внуков, пройдя все трудности нашей жизни, а я уверен, что за эти годы вы их встречали не единожды, это дорогого стоит. Десять супружеских пар, десять по-своему интересных историй. 50 лет назад начался семейный рассказ Бориса и Людмила Мариных. Первое свидание их стало необычным. Оба пришли, а вернее приехали на лыжах. Она учитель, долгое время работала директором шестой школы. Он сотрудник военного представительства на ЗИЛе. Гордятся своей дочерью и внуками. Когда люди уступают друг другу и делают это любя, конечно, тогда и будет взаимопонимание, и будет любовь дольше длиться, и будет пример молодым. А супруги Радченко заявляют, в нашей семье все женятся только один раз. Даже несмотря на то, что до свадьбы было всего несколько свиданий до переписка длиной в год. Видимо, это тот самый случай, когда судьба сводит двоих людей, созданных друг для друга. Учатся у нас, как надо сохранить семью, как прожить всю жизнь вместе, без разводов, без всяких, как говорится, каламбуров. Жить душа в душу. Конечно, мы гордимся им. У них трудная жизнь была. По сути дела, они дети войны. Отец вообще ссылки был там, когда раскулачили. Ну, а мама голод узнала, что такое на Украине. Еще одну историю длиной в 55 лет могут рассказать супруги Павловы, которых жизнь свела в один прекрасный предновогодний вечер на танцплощадке в военном городке. Почему-то я был убежден, что это единственное, с которым я смогу так долго прожить и счастливо. Для юбиляров звучали песни и инструментальные композиции. Самый трогательный подарок сделали воспитанники детского сада номер 9 «Солнышко». И девушка без бабушки, а бабушка без девушки. Там чьем без сахара, и так вот без девушек. В память об этом дне супруги поставили свои подписи в книге торжественных регистраций браков. Не просто на долгие годы сбереть чувство и уважение друг к другу. Настоятель Тарычевского храма Вячеслав Корниенко вручил каждой супружеской чете образы святых Петра и Февронии, отметив, что они сумели сохранить те семейные ценности, которыми дорожит наше государство. А каждая семья – маленькая страничка его летописи.